Добрый день коллеги. Сегодня уже было много что сказано об этой патологии. Патология крайне редкая, в структуре общей заболеваемости имеет 2-5 процента, имеется прирост заболеваемости в России, но тем не менее эффективный скрининг отсутствует, что не позволяет найти опухоль на ранних стадиях. Ну и конечно 80 процентов это устанавливается диагноз уже на запущенных стадиях. Смертность на данном слайде показана, что больше у мужчин и она растет при сравнении с 2015-16 годом. Это 2018 год представлен. По данным гистологическому типу, конечно же, рак гортани первое место это плоскоклеточный рак, атипичные формы крайне мало и прочие формы. Принципы лечения. Готовясь к докладу, я множество литературы прочитала, но четкого плана в лечении, конечно, такого не выработано, но большинство экспертов, европейские в основном, они говорят о том, что эту патологию следует все-таки лечить как мелкоклеточный рак легкого. Также было представлено в литературе, я нашла 4 кейса по лечению мелкоклеточного нейроэндокринного рака гортани. Одна пациентка была, было проведено и хирургическое лечение, но, к сожалению, дальнейшая ее судьба была не очень хорошей, поскольку было быстрое прогрессирование и ничем не смогли помочь. Одна пациентке была проведена химиолучевая терапия с последующей химиотерапией, и две пациентки получали химиотерапию, у кого результаты были значимо выше. Основное, конечно, это использование комбинации препаратов платины и топозиды, они обеспечивают наилучшие результаты лечения. Ну и, конечно же, у пациентов, у кого устойчивость имеется к химиотерапии, у тех результаты, конечно, не очень хорошие. Что касаемо лекарственного лечения, используются, как я уже говорила, препараты для лечения мелкоклеточного рака легкого. Основа это платина, первая линия, это этапозид, вторая линия, это схемы включающие иринтекан, топотекан, паклитоксел, вторая, третья линия, это уже ниволмуап идет, иммунотерапия. Теперь, что касаясь уже к нашим реалям, что у нас есть в КСГ, с чего мы можем предложить пациентов, какие схемы есть в Минздравовских рекомендациях, в НССН я анализ провела. Конечно, в нашей стране для мелкоклеточного нейроэндокринного рака первоочередное это лечение, первая линия выбора, это этапозид цисплатин, либо этапозид карбоплатин. При неэффективности возможен переход на схему КАФ, с включением инкристина, докса, рубицин, циклофосфана, либо схема иринтекан сисплатин, либо топотекан, и схема резерва, это паклитоксел и иммунотерапия. Прогноз заболевания, конечно, крайний, 90% случаев развивается метастатическая болезнь, продолжительность жизни пациентов низкая, 9,8 месяцев. Показатели выживаемости в течение 2,5 лет составляют 16,5%, в данных литературе выживаемость пятилетняя составила по 7,7%. Они коррелируют с заболеваниями мелкоклеточного рака легкого. Эта пациентка уже известна, ей сегодня уже докладывали, обратилась к нам в центр, на консилиуме была принята тактика лечения. Начали мы с двух курсов химиотерапии по схеме ЕП, но, к сожалению, получили прогрессирование заболевания. Дальше было решено, пациентке проведение химиолучевой терапии со сменой режима лечения перевели на схему ВАК. Пациентке на фоне проведения химиолучевой терапии был достигнут полный регресс и далее было решено в поддерживающем в качестве стабилизации процесса выполнить проведение до 6 курсов ВАКа. Лечение у нас осложнилось фибрильной нитропинией, в связи с чем дозы цитостатиков были редуцированы на 25%, но тем не менее 6 курсов мы провели. В настоящее время пациентка чувствует себя удовлетворительно. На снимках мы видим, что сохраняется полный регресс опухоли, фиброз лимфатических узлов. Она находится у нас под тщательным наблюдением. И хотелось бы еще раз сказать, что мелкоклеточная нейроэндокринная карцинома гортани – это крайне редкая агрессивная опухоль. Принципы лечения основываются на лечении мелкоклеточного рака легкого. Очень важно обсуждение пациентки на мультидисциплинарной комиссии, в которой включают обязательно радиолог, хирург и химиотерапевт, чтобы лечение было обоснованным, и чтобы пациентка получила все необходимые опции. Роль хирургического лечения ограничена, но все обсуждаемо, естественно, в мультидисциплинарном консилиуме. И, конечно, необходимо проведение международных многоцентровых исследований, потому что информации крайне мало для лечения такого вида заболевания. Спасибо.